Такова человеческая природа. Чего бы вы ни были лишены, вы думаете, что это самое важное? Чего бы у вас не было в данный момент, вам кажется, что это и есть самое важное. Если вы не ели два дня, еда станет Богом, да или нет? Да. Если вы этого не понимаете, то закройте рот и зажмите нос вот так на две минуты. Попросите ли вы и воздуха Божьего? Да. Бог придет и спросит, ты хотел меня или воздуха? Вы ответите, к черту тебя, я хочу дышать. Потому что в этот момент вам все равно, то, чего вы лишены, становится самым важным. Увеличивается настолько, что закрывает собой все остальное. Или другими словами, когда вы лишены чего-либо, в какой-либо степени, вы не видите реального положения вещей. Все становится преувеличенным. Если ваш мочевой пузырь полон, в ту минуту, когда я говорю о прозрении, ваш мочевой пузырь очень полон. Вам интересно? Я не хочу никакого прозрения. Прямо сейчас поход в туалет кажется мне абсолютным освобождением. Да или нет? И это касается всего. Когда вы находитесь в состоянии принуждения, вы все видите искаженно. Вы станете… Жизнь станет искаженной, чтобы вы считали, что она такова в этот конкретный момент. Вот так человеческая жизнь переходит из одного состояния принуждения в другое. Никогда не позволяя себе немного свободного места, где бы вы смогли увидеть мир таким, какой он есть на самом деле. Если вы даже не видите жизнь такой, какая она есть на самом деле, можете ли вы обращаться с ней так, как с ней нужно обращаться? Даже и речи об этом не идет, не так ли? Если вы не видите мир таким, какой он есть, вы никогда не сможете обращаться с ним так, как с ним нужно обращаться. Из-за этого во многом жизни отдельных людей и всех обществ стали искаженным человечеством Когда я говорю «искаженное», это нормально, правда? Нормально Я беседовал С детьми где-то 14-15 лет в школе И я не мог поверить, их было всего 11 или 12 юных парней и девушек Кто-то что-то сказал, и я просто спросил их, чем они собираются заниматься дальше, ведь они были в 10-м классе базовой школы А говорили только о том, как найти работу и зарабатывать на жизнь Я не мог в это поверить, потому что за всю свою жизнь я никогда не думал, как на нее заработать Мой дорогой отец Раньше Бился головой об стену В сердце этого мальчика нету страха, что с ним будет? Я спросил, разве отсутствие страха это проблема? Я думал, что проблема это страх Я никогда не думал, что отсутствие страха это проблема Поэтому Согласно Божественной воле Я должен был стать врачом Потому что мой отец врач В 10 лет я сказал ему Нет, это не мое Я точно не стану врачом Но каждый день кто-нибудь пытался меня переубедить Ты должен стать врачом Ты должен стать врачом Это индийская семья, понимаете? Ты должен стать доктором Сейчас все не переключились на программирование Я был в Чикаго 2 дня назад Я прилетел в Индию Значит, неделю назад, 8 дней назад Когда я был в Чикаго Ко мне подошел индус И я спросил Чем вы занимаетесь? Чем же еще, садгуру? Это означает, что он программист Было время, если вы говорите Чем еще это означало, что вы врач Сейчас это означает, что вы программист И совсем не потому Они становились врачами Что были сильно заинтересованы В человеческой физиологии И не потому, что у них есть Способности в области электроники Они становятся программистами Только для того, чтобы зарабатывать на жизнь Разве это не важно? Я не говорю, что это не важно Все, что я хочу сказать Даже муравей размером с 1 миллионную Вашего мозга Способен заработать на жизнь Так почему для вас Таким большим мозгом это проблема? Я говорю это потому, что Эта идея Эта ужасно ограничивающая идея Навязывалась нашей молодежи Что вы должны зарабатывать на жизнь И это самое важное Это большой мозг На самом деле, заработок на жизнь Я знаю, что каждый был запрограммирован Чтобы так считать Это не так Поверьте мне Это не так Заработок на жизнь Это незначительная проблема Для человеческого сознания Но, к сожалению, все человечество Вкладывает все свои силы И ум только в заработок на жизнь Если этот порядок вещей не изменится в нашем мире Я не говорю, что люди не должны этого делать Все, что я хочу сказать Заработок на жизнь не должен занимать человеческое сознание в полном объеме Если вы заставите работать один мизинец То он заработает на жизнь Он может Он на это способен Вся человеческая гениальность была задушена Просто потому, что Все постоянно думают о том, как заработать на жизнь Как заработать на жизнь Понимаете? В тот момент, когда они смогут заработать на жизнь Они сядут и начнут толстеть Вы должны видеть Что вы можете сделать с этой жизнью Не так ли? Да Вы должны видеть Что самое великое вы можете сделать с этой жизнью Потому что однажды вы умрете Вы знаете об этом? Вы знаете, что однажды вы умрете? Так что прежде, чем вы умрете Какой бы ни была максимальная возможность В вашей жизни Она должна осуществиться Не так ли? Я заработал на жизнь Я могу заработать на жизнь Это повод для гордости Как вы не видите Каждое насекомое Каждое червя Каждое птица Каждое животное Каждое существо на этой планете Зарабатывает себе на жизнь Почему же? Что такого особенного Если вы заработали себе на жизнь? Все зарабатывают себе на жизнь Не так ли? И только люди делают из этого Такую большую проблему Делают из мухи слона Когда я вижу Как человеческий ум Был принесен в жертву Заработку на жизнь Это просто невероятно Как много могли бы сделать люди Как много невероятных вещей Они могли бы сделать Но вместо этого Они зарабатывают на жизнь Так что это очень и очень важно Я считаю, что нам стоит Начать движение Особенно в школах и колледжах О том, что заработок на жизнь Это не Это дурацкая, незначительная вещь Она не первостепенна в вашей жизни Одним мизинцем вы можете заработать на жизнь А с помощью такого мозга Если даже муравей может заработать на жизнь Должен ли большой мозг трудиться Чтобы заработать на жизнь? Это стало проблемой Потому что вы хотите быть похожими на кого-то Не так ли? Вы хотите быть с кем-то другим Это делает вас рабом Как только вы оказались в этом цикле Ничего больше не происходит Он повторяется снова и снова Бесконечно Возможности Такого простого понятия, как йога Не заключаются в изгибании тела И не в занятиях спортом Не в улучшении здоровья Все это за вас делает природа Если только вы будете жить с ней в гармонии Все дело В понимании геометрии Вселенной Через геометрию своей собственной системы Я говорю геометрия, потому что Вселенная — это геометрия, не так ли? Планета Земля обращается вокруг Солнца Разве ее приводит в движение двигатель? Предположим, что ее приводит в движение большой дизельный двигатель Если бы так и было, то нас убил бы шум этого двигателя Только лишь совершенство геометрии заставляет Землю безостановочно вращаться, не так ли? Вы видели вечные двигатели? Вы видели эти маленькие двигатели, которые запускаются и могут двигаться годами? Все дело в идеальной геометрии, которая заставляет Землю вращаться бесконечно Вся Вселенная геометрически идеальна Вот почему она существует Иначе ее бы не было Если вы научитесь держать свое тело определенным образом Если геометрия вашего тела согласуется с геометрией всего сущего Вы вдруг обнаружите, что эта связь позволит вам Вы сможете скачать весь космос в свое тело Это не просто мелочь Если вы живете как-то так Если вы просто кусок плоти Если вы сделаете это верно Все вдруг станет другим Скорее всего, сейчас такого уже нету Потому что у вас есть спутники, интернет и все такое Но представьте, что у вас был телевизор в 80-х годах Когда появилась первая домашняя версия Вы смотрите свой любимый матч по крикету И вдруг ваш телевизор Тогда вы карабкаетесь на крышу А там у вас алюминиевое приспособление Если вы поставите ее так, ничего Если вы поставите ее так, ничего Но стоит вам только поставить ее в верное положение Мир развивается по вашей гостиной Здесь все так же Если вы научитесь держать свое тело правильно По вам разольется вся вселенная Так что Выстраивать себя Не значит выстраивать Лучшее дыхание, лучшее здоровье Нет Все тело в осознании полного потенциала того Что значит быть человеком В чем смысл жизни? Не могли бы вы поговорить об этом? Спасибо Разве не чудесно, что если в жизни нет смысла И вам не нужно ничего достигать, можно просто жить? Но нет, вам нужна цель И не просто цель, а цель, данная Богом Это очень опасно Те, кто считают, что у них есть высшая цель Совершают самые жестокие поступки в мире Да или нет? Они всегда делали самые ужасающие вещи Потому что если у вас есть цель, данная Богом То сама жизнь становится для вас менее ценной, чем ваша цель Нет, жизнь важна И когда я говорю «жизнь», я имею в виду не вашу семью, работу, что вы делаете, что не делаете, ваших друзей Под жизнью я имею в виду не это Это жизнь, не так ли? Жизнь внутри вас или вокруг? Вы ошибочно принимаете за саму жизнь То, что ее окружает Ваш дом, семья, работа, друзья Все это просто окружающая среда Это не сама жизнь, не правда ли? Да или нет? Вы принимаете окружение за саму жизнь? Нет Важна жизнь Потому что это единственное, что вы знаете Больше вы ничего не знаете Разве вы знаете что-то еще? Все остальное ваше воображение Вот это сейчас полно жизней Важно ли это? Это невероятно важно Вы, как личность, не имеете значения Но вы, как частицы жизни, очень важны Потому что это основа всего И я так говорю, потому что Вселенная существует для вас только потому, что вы сами существуете, не так ли? Да или нет? Мир существует только потому, что существуете вы Иначе в вашем опыте его бы не было То есть в любом случае это важно В чем цель этого? Если бы у вас была цель в жизни, и вы ее достигли Что бы вы делали после этого? Что бы вы делали потом? Вам стало бы скучно, не так ли? Жизнь настолько сложна Настолько феноменально сложна Что даже если вы проведете 10 тысяч лет, изучая ее Вы все равно не познаете ее полностью Даже через миллион лет пристального наблюдения Вы все равно не познаете ее во всей полноте Вот как все устроено Если у нее смысл Самое лучшее в жизни – это то, что у нее нет смысла Величайший аспект жизни в том, что у нее нет смысла И в нем нет никакой необходимости Ваш ум ищет смысл только из-за своей ограниченности Потому что с психологической точки зрения Вы не чувствуете связи с жизнью, если у вас нет смысла или цели Люди постоянно пытаются создавать ложные цели Только что все было хорошо, они были счастливы Тут они женятся, и их смыслом становится другой человек Потом у них появляются дети, и они уже чувствуют себя несчастными друг с другом Теперь смыслом терпеть все это становятся дети И так далее Это то, что вы сами создаете и принимаете за смысл жизни Но существует ли высшая данная Богом цель? Что, если Бог не знает о вашем существовании? Просто спрашиваю, вдруг такое возможно? Суть мироздания такова, что создание и создатель неотделимы Вы являетесь частью мироздания В то же время, источник мироздания пульсирует в вас Если вы обратите хотя бы немного внимания на этот процесс жизни Вам не нужно будет искать смысл У вас будет занятие на миллион лет вперед Столько всего происходит И говоря столько всего Я имею в виду, столько всего невероятного происходит прямо здесь Если вы уделите этому внимание У вас будет занятие на миллион лет вперед и даже больше Вам нужна цель в жизни Потому что вы находитесь в ловушке своей психологической структуры А не в процессе жизни Ваша психологическая структура Функционирует на основе имеющейся у нее ограниченной информации Она ходит по кругу Ваши эмоции и мысли стали гораздо важнее самой жизни Не так ли? Поэтому вы ищете смысл жизни Как средство сбежать из ловушки В которую вы сами себя загнали Вы сами загнали себя в эту ловушку Вы можете с легкостью из нее выбраться Если бы ловушку установил кто-то другой Выбраться было бы очень сложно Потому что ее бы установили так, чтобы вам из нее было не выбраться Я сейчас говорю о жизни, не о браке Это ловушка, которую установили вы сами Выбраться из нее легко Но в этом-то все и дело Сейчас для вас это сложно Потому что вы отождествляете себя с ловушкой Вам она нравится Она вам нравится Потому что дает определенное чувство безопасности Защиты и индивидуальности Если вы создали вокруг себя кокон Он защищает вас Но он же служит вам тюрьмой Стены, которые вы построили для самозащиты Одновременно служат вашему самозаточению Когда они защищают вас, вам это нравится Когда они вас ограничивают, вам это не нравится Вот почему у нас есть двери Нам нравятся стены, потому что они защищают нас Но у нас есть двери, чтобы мы могли выйти, когда захотим Неважно, насколько нам хорошо внутри Нам все равно захочется выйти наружу, не так ли? Это касается любой ловушки, в которую вы себя загоняете Не имеет значения, насколько там хорошо внутри Вам все равно захочется выбраться наружу Психологические стены, которые вы построили Дают вам чувство идентичности Чувство индивидуальности Дают вам ощущение безопасности Но они начинают ощущаться как ловушка Рано или поздно вы захотите их сломать Или, чтобы не ломать их Можно найти цель в жизни Нашедшие смысл в жизни становятся ужасно самодовольными Они всю жизнь живут в ловушке Думая, что делают что-то замечательное Прежде всего, необходим баланс Если есть баланс, можно забираться выше Если нет, лучше оставаться на земле, не так ли? В отсутствии баланса забираться куда-то повыше просто небезопасно Лучше оставаться поближе к земле Не следует забираться на высоту Сначала нужно найти баланс Затем ослабить свои психологические структуры И тогда это станет чем-то прекрасным Если вы ослабите свои психологические структуры без должного баланса Что и происходит со многими людьми сегодня Почему вам хочется выпить алкоголь или принять наркотик? Потому что это ослабляет психологические структуры И вы ощущаете себя свободными на какое-то время Но без должного баланса Вы не работали над обретением баланса Но получили свободу Свобода без баланса — это разрушение Анархия, не так ли? Поэтому прежде всего Необходимо достичь невероятного баланса Такого, что даже если ваши психологические структуры исчезнут Вы все равно просто будете жить здесь Избавление от психологических структур — важный процесс Потому что они являются вашей ловушкой Вашей безопасностью, стабильностью, в то же время ловушкой Вокруг вас выстроены стены Вы в безопасности, но одновременно в ловушке Если вы избавитесь от этой ловушки Исчезнет и ощущение безопасности, не так ли? Исчезнет ощущение смысла жизни Исчезнет все, что важно для вас Тогда потребуется баланс Иначе вы просто сойдете с ума Но не ищите цель в жизни Если вы ищете цель Значит, вы стремитесь к безумию Если вы ее нашли Значит, вы сошли с ума Да? Если вам кажется, что вы нашли цель в жизни Вы определенно сошли с ума Цель в жизни есть только у безумцев Или люди, у которых есть цель Во многом безумны Вы сами придумываете все это И начинаете в это верить Сейчас смысл моей жизни — сражаться за мою страну Если это необходимо, я буду сражаться Даже зная, что это ненужное сражение Да? Тогда вы будете сражаться только в той мере, в какой это необходимо Если же вы считаете, что это цель вашей жизни Вы будете готовы уничтожить весь мир ради той ерунды, в которую вы верите Не так ли? Если что-то необходимо Делайте это с полной отдачей Другой цели в жизни просто нет Смысл жизни — жить и жить на полную Жить на полную не означает вечеринки каждый день Жить полной жизнью значит, что пока вы не умерли Вы успели исследовать все стороны жизни Ничего не осталось неисследованным Да? Прежде чем вы умрете Даже если вам не доведется исследовать Вселенную По крайней мере, эту часть жизни Вы должны познать во всей ее полноте Вы должны это самому себе Это и есть жить полной жизнью Вы познали это во всей полноте Все грани Не пропустив ничего Сделайте это Это займет много времени Вам достаточно будет такого смысла жизни